В данном видео мы с вами рассмотрим тексты из первой главы книги Бытие, которые говорят о Тверде. Следует отметить, что Твердь, несмотря на то, что кажется очень простым по значению словом, тем не менее имеет не очень простое значение. Слово Твердь является переводом ивритского слова Ракия. Давайте мы с вами теперь обратимся к нашим текстам и будем рассматривать их. И сказал Элохим, будет Ракия посреди воды, и будет разделять между водой и водою. И сделал Элохим Ракия, и отделил между водой, которая под Ракия, и между водой, которая над Ракия, и назвал Элохим Ракия небеса. Ивритское слово Ракия я оставил без перевода, потому что есть определенные трудности с переводом этого слова и с его интерпретацией, пониманием. Кроме того, данное слово является ключом для понимания этого текста. В разных переводах это слово может переводиться по-разному, например, как Твердь, как Небосвод. В процессе исследования данного текста, первой главы, мы постараемся разобраться и понять значение и смысл этого слова. Но сперва я хотел бы обратить внимание на то, что в данном тексте видно. Первое. Элохим создает Ракия и разделяет воды бездны. Второе. Элохим называет Ракия небесами. Давайте посмотрим теперь на схему, чтобы более лучше понять. Первоначально земля состояла из бездны воды, вокруг которой простиралась тьма. Теперь воды этой бездны разделяет Ракия. И получается, что есть вода, которая находится под Ракия. Здесь мы видим в центре с вами. И есть вода, которая находится над Ракией. Хотя о тьме ничего не говорится, но, на мой взгляд, тьма тоже присутствует и тоже окружает воды, которые находятся над Ракией. Здесь мы с вами видим картину уже второго этапа создания или формирования Земли. Так что же представляет собой Ракия? Давайте сперва обратимся к словарям. Посмотрим, какое значение они дают этому слову. Словарь-указатель Цыганкова говорит, что слово Ракия является существительным мужского рода и происходит от глагола Рака. Данный глагол имеет значение как стучать по земле, топать в избытке чувств, бить, плющить, оббивать тонкими листами металла, выкладывать, простирать, вытягивать. Еврейско-арамейский лексикон Ветхого Завета Кокляра дает определение слову Ракии как выбитая металлическая пластина или чаша, или твердый небесный свод. Еще один еврейский лексикон говорит, что Ракия имеет значение первое, как твердое пространство, простор. Книга Иова, 37 глава, 18 текст. Ты ли с ним распространил небеса твердые, как литое зеркало? Следующее определение Ракии как пространство, как будто изо льда. Книга пророка Езекиеля, 1 глава, 22 текст. Над головами животных было подобие свода, здесь стоит слово Ракия еврейское, которое переведено как свод, как вид изумительного кристалла. То есть слово Ракия характеризуется твердостью и видом изумительного кристалла. И данный лексикон приводит еще такое определение, что Ракия это небесный свод, который евреи считали твердым и поддерживающим воды. Можно сделать следующие выводы, что Ракия характеризуется определенной твердостью, которая позволяет разделять воды и удерживать их от слияния. Ракия также является и пространством, пространство, которое окружает землю. И еще такой очень интересный момент, твердое пространство, которое разделяет воды, Бог называет небесами и назвал Элохим Ракия небеса, то есть Шамаим. Вернемся к нашему тексту и здесь есть очень интересное выражение, которое нам с вами стоит рассмотреть. 14 текст. И сказал Элохим, будут светила на Ракия небес. Употребляется такое вот выражение Ракия небес. На иврите это звучит как Ракия Шамаим. Как понять это выражение и что оно значит? Если подходить с позиции буквального значения данных слов, то получается, что Ракия Шамаим можно перевести как твердое пространство небес. Если мы рассмотрим с вами предыдущие тексты, то мы увидим, что до 14 текста Бог употребляет только слово Ракия. Например, Бытие 1.6. И сказал Бог, да будет Ракия посреди воды. Бытие 1.8. И назвал Бог Ракия небесами. Но уже с 14 текста вводится словосочетание Ракия небес. И сказал Бог, да будут светила на Ракия небес. И Бытие 1.8.20 текст. И птицы да полетят над землею по поверхности Ракия небес. Стоит заметить такой интересный момент, что вот словосочетание Ракия Шамаим, Ракия небес, оно употребляется только в первой главе книги Бытие. Больше нигде в тексте Библии я не нашел данное словосочетание. На Ракии небес находится солнце, луна и звезды. По поверхности Ракии небес летают птицы. В чем же есть различие между Ракия небес и просто Ракия в 6.8 тексте? Давайте посмотрим схематически, потому что в мнении совсем понятны некоторые выражения. Из текста видно, что есть Ракия, она же названа небесами. Ракия простирается от земли до вод, который находится над Ракией. Из текста также видно, что есть Ракия небес, то есть твердое пространство небес. На данном твердом пространстве небес находится светило. Бытие 1 глава 14 текст. И будут светило на твердом пространстве небес. Также есть поверхность твердого пространства небес. Поверхность Ракии небес. На данной поверхности летают птицы. Бытие 1 глава 20 текст. И птицы полетят на поверхности твердого пространства небес. Твердое пространство небес и поверхность твердого пространства небес и просто ракия является ли это одна и та же субстанция или же это все-таки разные вещи, так скажем, разные уровни ракии. Можно предположить, что поверхность ракии небес или поверхность твердого пространства небес простирается от земли и до того момента, где находятся облака и где могут летать птицы. Твердое же пространство небес начинается от того места, где заканчивается возможность полета птиц и простирается выше и дальше и в данном месте находится солнце, луна и звезды. Еще не совсем понятный мне момент это то, что согласно текста над верхней границей ракии находятся воды, то есть над солнцем, луной и звездами находится определенный слой воды. В последующих текстах мы с вами находим, что эти воды были вылиты в момент потопа и затопили всю землю. Попозже мы более подробнее рассмотрим этот момент. Субтитры создавал DimaTorzok